Хочу сказать несколько слов про мои антуриумы. Вот эти антуриумчики продолжают у меня расти. Вот они. Вот эти отводки я отсаживал от основного цветка. И вот некоторые растения уже очень хорошо и очень красиво цветут. Тут добавить нечего. Все знают, что антуриумы очень красивые цветы. Что можно сказать с учетом опыта, а антуриумы у меня растут уже несколько лет, как за ними ухаживать? Дело в том, что на мой взгляд, несмотря на то, что говорят, что антуриумы капризные и так далее, как раз дело обстоит совсем наоборот. Антуриумы довольно неприхотливые цветы. То есть несколько лет назад мне был подарен цветок антуриума. И вот с тех пор он растет и никаких проблем особенных не доставляет. Этот цветок сейчас выглядит вот так. Дело в том, что недавно он был пересажен в другую емкость, вот такую, и немножечко болеет. И вот уже подсыхают цветочки. Но я думаю, скоро он восстановится и будет дальше расти. То есть много было удалено лишних корней и немножечко он был, скажем так, подрезан. И вот этот цветок, потом он активно давал отводки. Вот эти все вот отводки взяты именно от него. Некоторые уже цветут, как я показывал, некоторые только вот собираются цвести. Но как бы то ни было, вот эти отводки все были сделаны, потому что жалко было их выбрасывать. И постепенно я их раздаю друзьям и родственникам. Вот сегодня вот этот вот тоже будет передан в добрые руки, скажем так. Так вот, что можно сказать про уход? Уход, я считаю, за антуриумами довольно простой. Во-первых, какой я использую грунт? Грунт я использую самый обычный. Ничего я не покупал, ничего я особо не составлял. То есть просто обычная садовая земля и на честь торфа. Вот это я смешал и вот в такие вот горшочки были высажены вот это вот отводки. И вот они нормально растут и уже вот начали цвести. Вот этот вот большой цветок, тоже он пересажен в свою собственную землю. То же самое, огородная земля и с добавлением на четверть торфа. Ну, примерно, конечно. Торф у меня нейтральный, поэтому никаких проблем нет. И вот эти подрастающие антуриумчики, они тоже уже, ну, вполне более-менее адаптировались. И думаю, вот эти вот скоро начнут тоже цвести. По поводу поливов. Поливаю я антуриумы более-менее регулярно. Во всяком случае, стараюсь это делать. Ну, правда, не всегда получается. И что в связи с этим можно сказать? Что антуриумы, они довольно, ну, скажем так, выносливые растения. Вот, например, летом я бывал дома не так часто. И поливал их, ну, скажем так, не очень регулярно. Потом, в конце концов, мне стало антуриумы жалко. Я их перевез на дачу. Там уже стал более-менее регулярно поливать. В тот период, когда антуриумы были здесь вот, бывало, я их не поливал довольно долго. Ну, земля уже, как говорят по-простому, уже как кость становилась. Однако, антуриумы все это выдерживали с успехом. И потом, после полива, оживали и росли дальше. Ну, а поливаю я антуриумы обычной, водопроводной. Только отстоянной в течение суток водой. Теплой, конечно, чтобы она успела нагреться. Поливаю по мере, скажем так, подсыхания грунта. Как грунт, ну, я это визуально определяю. Становится более-менее сухим. Я поливаю. Поливаю не очень обильно. Ну, скажем так, в средней степени. Как и поливаю северосад. Чтобы грунт просто был пропитан более-менее до самого донышка. Как часто это получается? Ну, сложно судить. У всех разные условия. Ну, я примерно, ну, раз, может быть, в неделю, 10 дней где-то поливаю. Ну, после полива есть время, можно аккуратненько порыхлить. Ну, честно сказать, я не всегда это делаю. Ну, конечно, антуриума будет от этого только лучше, если порыхлить. Что, на мой взгляд, действительно очень важно. Что антуриумы очень любят теплую окружающую среду. Вот у меня температура в квартире, вот сейчас уже, можно сказать, что зима наступает. Уже за окном устойчивый минус. Ну, вот у меня в квартире и на окошке, в том числе, температура, ну, примерно градусов 25. То есть, вот только при такой температуре, как я замечал, антуриумы начинают хорошо расти и начинают свистеть. Будет температура меньше. Тепло, конечно, ну, градусов 20, 22, может быть. Уже будут они расти хуже. То есть, они очень любят тепло. При температуре, вот скажем так, градусов 25, вот только тогда антуриумы начинают проявлять себя в полной мере. Вот это, на мой взгляд, главное. А все остальное, грунт, поливы, подкормки, которых я ни разу не делал. Вот я ни разу не делал подкормок. Единственное, что когда вот пересаживал вот этот вот уже старый мой антуриум в новую емкость, этой емкости побольше, вот я просто заменил грунт. И все. А подкормки я ни делал ни разу. Я не говорю, что это плохо, если это делать. Возможно, они росли бы еще лучше. Но дело в том, что даже вот в таких вот, скажем так, ну, довольно жестких условиях, которые я им создаю, то есть, не особо я за ними ухаживаю, честно скажу. И, тем не менее, они хорошо растут. Вот видно, что на окошке у меня сейчас солнышко вот уже появляется. То есть, и солнце на них попадает. Тоже это им ничуть не мешает. То есть, они растут нормально. Даже зимой они растут лучше, чем летом. Потому что зимой, вот как ни странно, у меня теплее намного, чем летом в квартире. Ну, что, отопление и все такое. И им это очень нравится. Вот такой мой скромный опыт по выращиванию антуриумов. Повторюсь в очередной раз. Главное, на мой взгляд, не профессионалы, не цветовода, это то, что антуриумы очень любят тепло. Находите им теплое место, и они благодарят вас за уход вот такими очень красивыми цветочками. Но антуриум, конечно, это очень красивое растение. На что уж я не цветовод, и то мне они очень нравятся. И я продолжаю за ними ухаживать. Даже много отводочков вот оставил, потому что жалко было их куда-то выбрасывать. И стараюсь куда-то вот эти цветочки все пристроить в добрые руки. Так что выращивайте антуриумы, и пусть они украшают ваше жилище. И понимают настроение.